И всем привет, ребят! С вами Сторваник и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему без донат аккаунту. У нас уже звание капитан. Сегодня у нас юбилейная 10 серия. И сегодня тот самый видеоролик, в котором мы будем открывать очень хорошее количество контейнеров. Как вы знаете, были времена, когда у нас не хватало контейнеров, дабы закрыть те лайки, которые у нас набирались на видеоролик. Но уже все изменилось. На двух стримах подряд, которые были у нас после тех самых видеороликов, за которые оставались контейнеры, сумели все открыть. Да я даже думаю, что я еще и больше открыл. Сейчас у нас очень положительно изменилась ситуация на аккаунте. Как я уже сказал, звание капитан. Кристаллов примерно такое же самое количество, которое у меня и было. Но зато у нас уже есть и хоппер. МК-4 это был тот самый корпус, на котором я на ивентовом новом песке. На этих выходных сумел заформить безумно большое количество кристаллов. Также формануть и контейнеров, и формануть все заданки. Сегодня мы откроем ультраконтейнеры за заданки. Плюс, ко всему прочему, я уже прикупил себе страйкер МК-5. Осталось только прикупить диктатор МК-5, но он пока что у нас по званию не открыт. Также упала на диктатор защита от поджога. Теперь у меня хотя бы хоть какое-то устройство на диктатор имеется. Ну и понятное дело, что я прокачал сразу же резист на МК-5. Так как пушка открылась, то и резист прокачал. Ну а что касаемо нашего замечательного брута, то он уже совсем скоро будет на 10 шагу. Поэтому у нас прокачка на аккаунте летит просто очень топово, очень быстро. Сейчас я быстренько зачекаю, сколько у нас было лайкозавров на последнем открытии. Вернее, на последнем видосе это был у нас 8-й. Нет, у нас был 9-й видеоролик, если я не ошибаюсь. Да, у нас был 9-й видеоролик. И полноценненько у нас было набрано 117. То есть округляем 120. То есть полноценных 12 контейнеров. Сегодня мы в этом видеоролике откроем и не забываем то, что каждые 10 лайков это все так же один коктейнер. Так что быстренько заходим в заданки. Сегодня также попытаемся еще выполнить заданки. Не знаю, насколько много удастся нам выполнить. Потому что сегодня такие немножко разносторонние заданки. То есть 2 ТДМки и Джиггернаут. Ну посмотрим. Может быть 2 ТДМки успеем сыграть. Забираем призы. Забираем 7 ультра контейнеров, с которых я надеюсь, что мне что-то дропнет. Сразу же плюсуем себе очень неплохое количество звезд. Плюс еще кристаллы с челленджа дают нам сюда. И еще ремкомплекты, которых у меня нет. И очень было бы неплохо, если бы мне этот замечательный припас выпал. В сумме у нас есть 10 обычных и есть 7 ультра. Если уж мы должны открыть полноценненько 12. Соответственно мы открываем 5 обычных контов. По единичке. Раз, 3 500. Опа! Сюда аптечечки. 125 это очень хорошо. 10 тысяч кристаллов. 125 ДДшек и 125 ДДшек. Супер. Расходочку плюсанул. А теперь плюсуем бабки. Сюда бабос. 10 тысяч кристаллов. Опачки, фиолетик. Первый фиолетик. Но подарочная упаковка. Но это можете себе оставить. Я уже думал какое-то устройство. 3 500. 3 500. Опачки, первое золотое. Nano костюм. Ну, такое себе золотое, если честно. 10 тысяч кристаллов. И 125 ускорений. Упало две краски. Если бы вместо этих двух красок упали бы супер замечательные устройства какие-нибудь интересные. Может даже там на страйкер там какое-нибудь там пробитие. Но хотя оно мне все равно не надо. Лучше бы там на корпус бы что-то упало бы. Но как-то так. Как-то так. Не совсем жестко, конечно. Но хорошие свечения выпали. 310 тысяч кристаллов. Плюсанули себе крисов. Хорошо. 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 Летим дальше позвонки. В прокачке. Я могу лишь еще раз сказать о том, что эти выходные, это были, наверное, лучшие выходные за последнее время. Я даже сейчас быстренько чекну, сколько я поймал. Я поймал 100 голдов. 100 голдов на ивенте. То есть за субботу и воскресенье. В пятницу я на этом Айке не катал в режимах. Я поймал соточку. Соточку. Вы понимаете? Соточку золотых ящиков. Мне удалось поймать. И уже на этом аккаунте поймано 200 голдов. Это очень солидные цифры для капитана. Для такого, ну, быстро прокачивающегося аккаунта. На котором набито всего лишь 18 часов. Ну и УПшка у меня тоже пока что на этой Айке держится очень неплохая. 2.40... Ой, 2.74 у меня УП. Что является очень хорошими цифрами. Поэтому пробуем сейчас уже на МК5 страйкерочке. Навалить здесь урону. Навалить здесь победочки быстрые. Матчмейкинговые бои у нас уже обратно вернулись к 7 минуткам. Аптеки у меня есть. Так что все шикарно для этого видоса у нас имеется. Быстренько стараемся выполнить заданочки. И будет вообще суперски. Если еще эти катки будут в досрочке, то может быть даже мне удастся выполнить сегодня на видос все заданочки. Это будет очень достойно. Так, есть какой-то крусейдер жесткий, который там хотел меня свестись. Ну, чуть-чуть у него не получилось. Слегонца. Мака меня сейчас унесет. 5 киллов. А моя команда будет что-то бить? Ну, не знаю, там киллы хотя бы делать. Моя команда будет там, ну, как-то, как-то, что-то, что-то. О, пошли киллы, хорошо. А то я уже думал, что у меня команды нету. Я уже думал, что здесь даже шанса на досрочку нет никакого. Опачки, а это что за прикол? Ну, это откуда он вылез с нашей базы. Так, вас пик овердрайв раздали, чтобы он не погиб. Быстренько урончик сюда. Страйкер просто нереальнейший крутой. Мне очень нравится, что получается вообще у нас на этом аккаунте. И гэсочка, вы видите, да, уже 4200. 4200. С каждой прокачкой. Сейчас еще диктатора поставим на следующую прокачку. Я думаю, что там уже около пятерки у меня гэс должен будет быть. Да, ну, я не знаю, честно говоря, сколько там прибавляет. Но это чисто, чисто мои соображения, да, что должна быть пятерочка. Может, там до пятерки не долетит. Но еще плюс брута мы прокачиваем на постоянной основе. Соответственно, может быть и что-то, что-то получится. Брут у нас, как вы знаете, теперь стоит 100 тысяч за запуски шагов. И 200 тысяч за их ускорение. Цена в виде полмиллиона и миллиона уже ушла. И в 5 раз дешевле у нас стал дрон брут. И это, конечно же, открывает мне отличные возможности прокачать его в ближайшее время. И сейчас уже тоже намного быстрее, намного качественнее он у нас прокачивается. Но пока что это еще, я бы сказал так, слезы, да. Я думаю, что уже через где-то недели-две у нас будет Хэллоуин. И на Хэллоуин уже пойдет хорошая бомбическая прокачечка. Сразу же, я думаю, что там до шага 18-19 можно будет смело прокачивать. Ну, либо, может, и на все бабки, да. Если у меня будет хватать кристаллов, я, может, и сразу на фулл сделаю этот замечательный дрон, чтобы у нас уже в матчмейкинге чувствовалась Х2 расходка. Да, то есть сейчас, если это там где-то около Х1.5, то у нас будет уже Х2, и эта Х2 будет, ну, я думаю, что себя показывать очень-очень круто. Так, ну, пока у нас 40 киллов за полбоя, и это говорит нам о том, что, к сожалению, скорее всего, досрочки в этом бою не будет. Но, может быть, еще что-то поменяется. Я, конечно, хотел бы, чтобы она была. Ну, и также я хотел бы, знаете, что вам сказать? Как же мне не везет, и как же грустно, что мне не упала премочка за эти ивентовые выходные. Если бы на этих ивентовых выходных у меня была бы премка, то сейчас я думаю, что я бы сидел бы уже бы не на капитане, а уже сидел бы на каком-нибудь условном подполковнике. И мы бы уже могли бы прокачивать сразу диктатора дальше. Там уже и совсем скоро бы открывался бы бустер, да, и можно было бы также уже на следующую прокачку полететь со страйкером. То есть у нас ситуация была бы уже намного-намного жестче. Да, с одной стороны, вы скажете мне, блин, зачем тебе так быстро звонка? Но если у меня количество кристаллов хватает на прокачку следующих вооружений, соответственно, звонка это не ошибка. Это только плюс. Да, то есть если я успеваю лететь по вооружению и постоянно прокачивать, прокачивать новое, да, и, ну, по сути, нету такого, что я поднял там звонку и мне не хватает кристаллов на что-то, значит, эта звонка не была бы лишней. И мы бы уже вместе с вами могли бы сейчас быть, как я уже сказал, где-нибудь на подполковнике. И это было бы очень-очень круто. Но, к сожалению, у нас пока что капитан. Я очень сильно надеюсь, что на Хэллоуин, на этих ивентовых темочках мне упадет премочка. Да, если вдруг премочки у меня не будет, это будет такая тилтовая тема, то в магазинчике, вы знаете, что бывает, выпадает там премочка. Премочка выпадает на один день за 70, вроде 9 танкоинов. Я вот думаю, что если это все дело так совпадет, что у нас будут повышенные панды, сделают какие-то крутые миссии, которые я смогу выполнить на этом аккаунте, и я, конечно же, сразу же быстренько отправлюсь покупать премочку и по максимуму уже вкачиваться. Я очень сильно хотел сделать это на этих выходных, но, к сожалению, мне там в магазине премка не выпала. Если бы была, я думаю, что я бы приобрел бы ее даже за 79 танкоинов. Потому что, ну, по сути, 500 танкоинов для покупки третьего слота это очень и очень много, и сидеть, условно, там без премки, если у меня была бы возможность ее приобрести только из-за того, что, типа, я хочу засейвить танкоины под третий слот. Но это не совсем правильное решение, как по мне. Поэтому, если вдруг будет у нас возможность приобретения премочки, и у меня в этот момент премки не будет на аккаунте, то я думаю, что я смело буду ее покупать и уже отправляться в жесткую прокачку и формилку. Так, 30 секунд у нас до конца катки остается. К сожалению, как я уже и сказал, это недосрочка. А я думал, что мы где-нибудь сейчас еще успеем сэкономить чуть побольше времени, дабы сыграть два командных боя и еще успеть залететь в Джиггернаута выполнить. Но, похоже, первая каточка такая неудачная в этом плане у нас. Но, может быть, сейчас еще успеем. Посмотрим, как пройдет второй бой. Видос у нас, в принципе, до 30-ки рассчитан. Так, и 800 кристаллов мне насыпает. Неплохие бабосы. Поэтому летим. Летим, летим на гусях. Летим, пикаем. Ну, а что касаемо контейнеров и почему там премка не падает, очень многие ребята об этом жалуются и говорят мне то, что, ну, блин, я тоже хочу премку, но она мне никак не падает. А кому-то, наоборот, она дропает, да. То есть, ну, это какой-то рандом, да. Может быть, там какие-то шансы есть. И там условно, там 30-ка есть, да. Но она прокает не так часто. Да, кому-то она, конечно, прокает. Кому-то везет больше, кому-то меньше. Но я один из тех, кому, к сожалению, не везет с премочкой. И я ее на аккаунте этом не имею. Ну, а на основе, зато у меня завтра заканчивается, да. То есть, тоже неплохая тема. На основе завтра заканчивается. А здесь нету. Так. По званочке, по званочке. У нас 347 тысяч. До Майорчика надо 390. 390. Соответственно, мне до новой званочки надо еще 43 тысячи. Да, то есть, ну, условно останется 40 тысяч. 40 тысяч, но это не такие маленькие цифры, как кажется. Я думаю, что до ивента, до ивента, я, к сожалению, не смогу поднять новую звонку. Потому что без премочки этот опыт так уж быстро не идет, как кажется. И будем просто формить кристаллы. Будем готовиться к Хэллоуину. Задача очень простая. Надо поднять как минимум, где-то полмиллиона. Столбы на Хэллоуину у меня, по возможности, было выкачано брут по максимуму. Да. И, возможно, даже будет смысл в прокачке условного там страйкера. Если я сумею там дойти до следующего звания, приобрести сразу МК-6 его. Да. И МК-6 страйкер выключить на МК-7. Если это так сработает, и у нас будет хватать кристаллов, то может быть. Может быть. Почему нет? Почему нет? Идея очень неплохая. Ну, и также нужно не забывать, что если я, например, не соберусь все-таки прокачивать, то в магазине уже с генерал-лейтенанта, хотя, ну, наверное, об этом еще говорить рано, но с генерал-лейтенанта появляются замечательные комплекты за кристаллы. И там можно поймать себе комплектик с дико-страйкером. Его уже приобрести МК-7 и сразу же уже отправиться на прокачку до МК-8. То есть, по сути, цель у нас будет выполняться, и, походу, там, моего пути до легенды, может быть, я сумею уже и это вооружение выкачать на фул. Ну, это было вообще просто супер бомбически. Но пока что еще до этого генерал-лейтенанта катать, катать и еще раз катать. Поэтому как-то так. Так, 39-41. Катка опять у нас очередная, недосрочка. У меня есть овердрайв, который я не могу пока что никому прожать, потому что у меня одного тиммейта рядом со мной нет. Ну, вот, один едет. Один едет. Хорошо, ему раздаю. Здесь можно, конечно же, накинуть по генеральчику. К слову о звании. У матчмейкинги здесь что встречается вообще, да? Такие званки, как они играют. Я бы сказал, что есть безумно большое количество всяких генералов, которые играют на лоу-скилле, но при этом есть, попадаются моменты, когда типы на сержантах сейвят, например, для меня овердрайв под дикто, да? Играют как-то, ну, нестандартно, да? Не как типичные, обычные матчмейкинговые игроки, да? Там не блокают, не мешаются, да? Наоборот, дают спейса и стараются выиграть, да? Поэтому иногда даже не знаешь, что сделает твой тиммейт. Либо сыграет грамотно, да? От которого ты не ждешь вообще игры грамотной. То есть я, например, смотрю, что там сержант. Я так думаю, ага, так, надо чуть подальше от него там сыграть, да? Или там, например, падает овердрайв, сержант стоит рядом с овером, я такой сразу, ага, можно за овером не ехать, потому что сержант его заберет 100%. А по итогу оказывается так, хоп, сержантик просто становится перед этим самым овердрайвом и показывает мне, братанчик, давай бери, давай бери, раздай мне там, типа. Будет нормальная у нас там расходочка и все такое. А бывает на генерале наоборот, да? То есть у вас какой-то подъезжает, перед тобой видит, что ты едешь, да, за овером, хочешь его забрать, а он просто у тебя из подноса забирает, такой думает, а, я забрал, мне нормально, мне по кайф. Да, то есть здесь не угадаешь, не угадаешь, какие игроки тебе попадутся. Но это матчмейкинг, да? Здесь и на легендах бывают, что таких типов накидают, что просто ужас. Поэтому удивляться особо нечему. Но все равно приятно, когда попадаются хорошие игроки, которые понимают, что тебе нужно делать в команде и знают, как все это дело замечательно реализовывать. А когда крипов пикает, ну да, обидно, грустно. Иногда хочется побомбить, ну что поделаешь. Это матчмейкинг. Удивляться, наверное, не стоит. Так, 69-76. К сожалению, мы проиграем катку. И все складывается, наверное, не совсем круто, как я хотел бы. Но у нас есть шанс на камбэчную. Сейчас пропадет здесь купол. И можно попробовать... Попробовать ворваться в эту катку. Лаксерва не совсем удачный для нас. Но нет, мы камбэкаем. Мы камбэкаем! Камбэкаем! 79-78. Ой-ой-ой, Хантер Овердрайв прожимает. Надеюсь, что его зарезает кто-то. А это мой тиммейт, меня стреляет, понял. Ну, в принципе, вот так вот матчмейкинг и всегда показывает себя. Так, 81. 2 килла отрыва. Может быть, успеем? 15 секунд. 15 секунд до камбэка. Успеваем камбэкнуть или нет? А вот в чем вопрос. Викинг пытается убежать, чтобы его не слили. Догнали его. Добавили еще по одному. Овердрайв. Сюда добавки. И ничья. Ну, ничья тоже неплохо, когда мы летели в минус 8. Ничья тоже неплохой результат. Ну и у нас полноценно... А, так у нас только минут 20 минут видос идет. Конечно, мы успеваем выполнить все заданочки. Это же 7-минутные матчмейкинговые бои. Я совсем забыл. Ну и пикаем джиггернаута. Мне на все про все надо 400 кристаллов заработать. Чтобы все заданки у нас были выполнены. Завтра у нас уже появляются недельные заданочки. С них можно будет тоже неплохо зафармить. Я недельные контейнеры думал, что буду копить. Но, к сожалению, на стриме пришлось их открыть. Дабы выполнить супермиссии. И я считаю, что не зря я их выполнял. Потому что сразу у нас открывается шанс на челлендж. На прохождение его. На заработок дополнительных контейнеров. На заработок дополнительных кристаллов. Расходки. Ну и по итогу еще под конец получения 100 тонкоинов. 100 тонкоинов это никогда лишним не будет. Я уверен, что если уж и я не дойду до 500 тонкоинов, чтобы приобрести третий модуль. То премочка, которая там дропнет в самый крутой момент на каком-нибудь ивенте. Мне очень сильно засейвит. Или даст буста кристаллам. Это будет топовая темочка. Конечно, хотелось бы все-таки приобрести третий модуль. Но я отлично понимаю, что до третьего модуля мне надо еще пройти как минимум 2-3 челленджа. И в зависимости от того, будет ли у меня там фармиться с недельных контов. Там что-то может прибыль какая-то подойдет, не подойдет. То есть это долговато. 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 Объективно это долго. И возможно уже к тому моменту, когда у нас будет 500 тонкоинов, я уже буду легендой. Но время покажет. Пока что это так чисто мои мысли. Может быть я конечно и не прав. Может быть до такой большой гланочки я не успею долететь. Но что-то мне кажется, что 500 тонкоинов это такая сумма, которая будет очень долго копиться. Да, без доната. И хоть и очень многие в матчмейкинге, когда я там запикиваюсь, начинаю катать, начинают писать о том, что там ты донатер, ты донатер. Ну, мы это вместе с вами знаем, да. Что здесь у нас происходит на аккаунте. И насколько тяжело эти тонкоины даются. А, все остальное, в принципе, да и не надо донатить. Страйкер работает как часы. Диктатор просто супер саппорт. Который дает нам кучу кристаллов. И кучу дополнительных очков. И фарма, и расходки. Всего дает нам. Просто всего. Всего, чего хочешь дает. Так, чел залагал. Или имитирует лак. Нет, лагает, но как-то так, очень стрёмно. Вот видите, у меня 0 хп было. Я поражал овердрайв. Фул расходочка. Еще два выстрела с критом. Плюс он нес типа. Ну, ну, просто шикарная. Шикарная тема. Шикарнейшая я. Я безумно рад этому корпусу. Что вообще я до него дошел. Ну, и я уверен более чем, что я бы до него не дошел, если бы я бы не играл бы в ДТ, если бы у нас не было бы этого режима. Я вот более чем уверен, что я бы до этого Диктатора сам не дошел бы. И не открыл бы для себя то, что у нас можно в матчмейкинге, на Диктаторе настолько жестко формить, зарабатывать. И это чтобы все еще дело работало очень, очень, очень эффективно. Так, Чилл сразу знает, что я ему раздам овер. Было бы неплохо еще Джаггера слить. Ну, либо хотя бы накоцать его. Может быть тут что-то получится. Начал. Будучи с овердрайвом, не сумел поражать овердрайв. Ну, неплохая тема. Неплохая тема. Рабочая, так сказать. 6-2 ведем. Две минуты до конца. Мне, к слову, запикивало в катку, которая была уже начата. Было бы неплохо, если бы я получил бы здесь вот эти вот 400 кристаллов. В принципе, в двух ТДМках я получил по 800-ке. Будет интересно посмотреть, сколько кристаллов дадут мне здесь. Но, по сути, уже звание хорошее. И на таких звонках там уже больше Х1 должно насыпать. По моей логике. Но я даже на всякий случай сейчас попробую успеть 400 очков дать. Если там вдруг Х1 мне насыпет. Хотя у нас победа. Хотя у нас хорошая ситуация на карте. Я думаю, что здесь должны давать нормально. Должны нормально насыпать крисов. Потому что у меня там и отрыв от первого. Почти. Никакой. Должны нормально насыпать крисов. 8-2. Да, можно даже на срочку сделать. В общем, будет тогда катка где-то за 4 минуты. Очень быстрая. Удачная. Так, по джаггеру сразу насыпаем урон. Добавляем. Хорошо, уносим его. Сразу по викингу может быть что-то, что-то. На китку какую-то. Ой, хорошо, крит вылетает. Ну и все, давайте последнего джаггера сразу ругим с плеча. Ну и все. Изи. Изи. Просто изи. И кристаллов 555. Отличные цифры. Шикарнейшие просто цифры. Вылетают. Все выполняется. Звезды еще сверху получаем. Скоро там еще у нас новый левел. А, не, не скоро еще. 40. 40. Еще не так быстренько. Так, 312 тысяч кристаллов. Сейчас мы забираем все заданочки. Чуть побольше еще и кристаллов станет, да? 313 тысяч. Сюда все забрали. Контейнер. Сюда на базу. Да, до него мы тоже дошли. И сюда еще два контейнера. Итого у нас восьмерочка. Целая восьмерочка уже как минимум. На следующий видос у нас имеется. Поэтому, друзья, обязательно. Не забывайте поддерживать видос лайком. Каждый лайк. О, вернее, каждый. Каждый 10 лайков. Это у нас один открытый контейнер. Сегодня мы открыли вместе с вами. Хорошее количество. Двенашечку. Топовую. Поэтому поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь, друзья, на канал. Если еще вдруг не подписаны. Мы летим дальше. Мы в ожидании. В ожидании. Супер ивентового Хэллоуина. И на нем, я думаю, что формилка пойдет просто лютейша. Ну и на этом песке тоже. Залетело очень топово. Я надеюсь на то, что этот песок у нас еще не раз появится. В рамках ивента. И покажет со своей лучшей стороны. С которой можно будет формануть большое количество кристаллов. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok